Не в деньгах счастье. Попробуйте убедить в этом бедняка. А поскольку у бедных денег нет, то им дадут продуктовые карточки, чтобы они хоть как-то пережили трудные времена. Планируется, что программа продовольственной помощи малоимущим будет запущена в стране уже в следующем году. Подобные социальные проекты в том или ином виде уже существуют в некоторых регионах. Минпромторг направил в правительство предложение по внедрению в стране национальной системы адресной продовольственной помощи, сообщила российская газета. Разработанная ведомством программа предусматривает два направления помощи. Первое – деньги и бонусы, которые будут предоставляться нуждающимся с помощью продуктовых карт. Второе направление – бесплатное или льготное питание в столовых и кафе. Внедрять продуктовые карты планируется уже с 2016 года. Затем с 2018 появится социальное питание. Размер прожиточного минимума за второй квартал по сравнению с первым увеличен для трудоспособного населения и пенсионеров на 3,7%, для детей – на 3,3%. Таким образом, в рублевом эквиваленте для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10 792 рубля, для пенсионеров – 8 210 рублей, для детей – 9 806 рублей. Ранее в ЦИОМ опубликовал данные о прожиточном минимуме на одного человека в представлении россиян. Средняя сумма, на которую, по мнению респондентов, можно прожить в России, составляет 22 755 рублей. Но эта цифра несколько точнее. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против голландского сервиса Booking.com. Поводом для этого послужило обращение турагентства Online Tour, которое подало сразу две жалобы на этот международный интернет-сервис по бронированию отелей. Причина жалобы состоит в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж цены меньше, чем на Booking.com. Вторая жалоба коснулась нарушения закона о рекламе. По мнению заявителя, декларация на сайте Booking.com «Гарантия лучшей цены и бронирование без комиссии» не соответствует действительности и вводит в заблуждение российских потребителей. Кроме того, по данным туроператора, отели оплачивают комиссию Booking за операции по бронированию и так или иначе, но потребитель комиссию все равно платит. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1702 пункта. Среди лидеров роста – «Полюс Золото», «Соллерс», «Мечел», «Распадская» и «Роснефть», «Аутсайдер», «Сбербанк», «Полиметалл», «Фосагра», «Татнефть» и «ТМК». К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фонд. Рынок Соединенных Штатов завершил середину недели в плюсе. Основную поддержку американским коллегам оказала опубликованная макроэкономическая статистика, а также региональный экономический обзор. На азиатских площадках динамика торгов преимущественно положительная. Торги в Китае сегодня не проводятся в связи с решением правительства Поднебесной сделать 3 и 4 сентября выходными днями по случаю празднования 70-летия победы над японскими захватчиками. Курс доллара на 4 сентября – 67,01 руб. Курс евро – 75,26 копеек. Зол стоит 2434 рубля за грамм. Серебро стоит 31,69 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 50 долларов 36 центов за баррель. Это были новости экономики и я передаю слово нашему спортивному обозревателю Сергею Кизоркину.